Здравия вам всем желаю! И вновь обзор позавчерашней прессы открывает для вас интереснейшие странички далекого прошлого. Новости дня, 1902 год. Необычный театральный казус в Севастополе. По словам Крымского вестника, в местном народном театре 7 ноября во время представления пьесы трильби исполнитель заглавной роли Свенгалин вследствие якобы бездарности по настоятельному требованию публики был смещен и последние два акта заканчивал роль другой исполнитель. Да, в наше время публика более терпима. Хотя так иногда хочется запустить помидором. Особенно в телевизор. Далее. В Вене с огромным успехом поставлена была новая пьеса Гауптмана «Бедный Генрих» в пяти актах, сюжетом для которой послужила легенда об исцелении прокаженного страстным порывом молодой девушки. По словам корреспондента Берлинер так, пьеса написана с шекспировским размахом и со страшным драматическим подъемом. Пьеса написана стихами. Русское слово. 1907 год. Спорт. Поражение Поддубного. Нам телеграфируют из Лондона. На чемпионате борьбы, происходящем в театре «Павильон», знакомый москвичам борец Збышко Зыганевич положил на 46-й путе, считавшегося до сих пор непобедимым Поддубного. Стильные рекламные плакаты. Изготовляет фабрика Гек. Верская улица, где английский клуб. В том же 1907 году Петербургская газета пишет о выселении евреев из Финляндии. Мерами нюландского губернатора из Гельсингфорса выслано было на днях 25 еврейских семейств. Полиция прибыла на квартиры евреев, сопровождала их на железнодорожную станцию и только убедясь, что высылаемые купили себе билеты и выехали, удалились со станции. В настоящее время полиция повсюду в Финляндии предпринимает строгий контроль относительно пребывающих в стране евреев, жительство которым в Финляндии, за исключением отставных воинских чинов, разрешается только проездом и на краткое время. Вечерняя Москва, 1931 год. Я хочу жить культурно. Горжилсоюз выработал новые правила распорядка в квартирах. Каждое дому управления обязано вывесить эти правила на видном месте. За грязь в комнате, за шум в ночное время и так далее жильцов будут штрафовать на 25 рублей. Не мешало бы вспомнить об этих правилах и в наше время. А штраф можно и увеличить. Экран и сцена 1991. Секс есть. Восклюцательный знак. Так называется кинофестиваль, который стартовал в столичном центре Москва. Его организаторы решили начать ироническую полемику с участницей одной из давних советско-американских телемостов, сделавшей заявление «У нас секса нет». Они собрали в программе практически все отечественные фильмы, так или иначе затрагивающую тему взаимоотношения полов в их духовных и физиологических проявлениях. В различные разделы программы включены «Маленькая Вера» в скобках «Пионерка» вариабельности интимных позиций на советском экране, «Интердевочка» в скобках «Агитка», выдавшая школьницам комсомольскую путевку на панель и так далее. Для контрастов программы включены и картины зарубежных мастеров. Среди них «Империя чувств» Наисы Ашимы и Миранда Тинтабраса. Посетители Москвы смогут ознакомиться с ассортиментом первого в столице секс-шопа. Кроме того, в ходе фестиваля состоятся презентации журнала для мужчин «Андрей» и газеты сексуальных меньшинств «Тема» или «Тема». Здравия вам всем желаю! Субтитры создавал DimaTorzok